Всем привет! Я сегодня снимаю очень важное видео. Я очень надеюсь, что к нему будут просмотры. Пожалуйста, поставьте лайки, поделитесь этим видео. Но оно очень важно. Я всегда говорю о том, что у нас очень много недообследованных людей. И вы прекрасно понимаете, слышали про весеннее, осеннее обострение. Это никакие не шутки. У людей с проблемами психики, с патологиями какими-то, с расшатанной психикой в этот период времени происходит обострение их состояний. Особенно если они не в терапии, не в лечении, или они не принимают каких-то лекарств и так далее. Вот в этот период времени, весна-осень, обычно дозировка меняется, курс лечения могут какой-то проходить. В общем, люди с слабой психикой, с какими-то проблемами, ментальными проблемами, с какими-то психиатрией, проще говоря. В общем, они могут не представлять опасности для общества, для людей, но они определенными странностями, назовем так. И я хочу сегодня снять видео, скажем так, инструкцию, как себя вести, если... Тут у нас же про мужское и женское отношения, и как вести себя, если я познакомилась с парнем, или какой-то у меня знакомый появился. Я понимаю в начале общения, что он немножко странный, да. Меня пугают. Главное вот критерии, чтобы меня пугает его поведение, реакции какие-то, я чувствую, что что-то не то. Очень часто люди не могут подобрать слов, называют это интуицией, но я чувствую что-то не то, не так, как у всех людей. И от него ощущение какое-то, ну, не такое, тревожность, страх поднимается. Это ваши, кстати, механизмы самозащиты вашей работают. И вроде бы обычный, да, никак не проявляет себя, но вообще не какое-то странное. Да, его поведение становится каким-то странным. Может, маниакальным преследованием, бредовым, каким-то разговором бредовым и так далее. В общем, я что-то замечаю, но вроде бы как... Я хочу дать инструкцию, как с такими людьми заканчивать общение, сворачивать его. И на примере мне, пусть недавно письмо на эту тему пришло, я вам зачитаю пример и расскажу, что как делать. Извините за беспокойство, очень нужна ваша помощь. Дело в том, что я познакомилась на языковом сайте Тандем с парнем, у которого поломанная психика. И теперь я не знаю, как с ним себя вести. Он из города Измир, наполовину турок, наполовину он азербайджанец. И четыре месяца назад его семья погибла в автомобильной аварии. Мама, папа и брат, и он остался совсем один. Представляете, какой общий стресс, да, у человека тут, простите, крыша не может не поехать. Еще у него была девушка любимая, которая перед аварией изменила ему. И вот свои 26 лет он столько всего пережил. Он попросил помочь ему с русским, хотя он отлично им владеет. Видите, человек на самом-то деле искал контакт, а дело не в русском языке в общем было. Я согласилась и, конечно же, стала его поддерживать. Переживала вместе с ним его потери, утешала, как могла здесь точку. Я хочу сделать и все, кто хочет быть спасателем и спасать, почитайте книжку. Очень важная книжка про спасение. Спасать это, конечно, доброе, благое дело. Но нельзя, есть такие люди, которые спасают всех всегда. И таким людям надо посчитать такую книжку. Девушка, которая ввязывается в такое общение спасателем, по помощи ему какую-то оказывать. У меня к вам сразу вопрос, зачем вам это нужно, да. Это определенное закрытие своих личных каких-то потребностей. Сначала наше общение было дружеское, но потом он стал слишком давить на меня. Постоянные обиды, претензии. Если я вовремя не ответила на сообщение, запрещает общаться с кем-то. Она заставляет все фотографировать, показывать каждый мой шаг. Это прям девушка, по сути, описывает, да. Вы понимаете, это не ха-ха-хи-хи, не ревность, это просто ее знакомый. Я много раз ставила его на место, в кавычках, и говорила, что мы просто друзья, никто друг другу. Что даже бывший мой муж меня так в браке не контролировал, как он. На что он мне сказал, что я ему нравлюсь. И просто не хочу уделять ему внимания и считаю его плохим. То есть он сразу на себя начал гнать, скажем, да. В общем, мне стало несложно его понять. Мне кажется, его я не понимаю. Он, конечно, добрый парень, но много хочет и давит. Здесь ключевое. Я его не могу понять, и я его не понимаю. Он сам себя не понимает. Понять, вот критерий один, человек с расстройством психики, понять логики в его действиях может не быть. Или какой-то идеи за этим может не быть. То есть нормальному адекватному человеку его действия или причины его действия будут непонятны. В общем, мне сложно его понять. Мне его и жаль. Я его не понимаю. Он, конечно, добрый парень, но хочет давить на меня, хотя мы еще даже не встречались в реальности. Но больше меня поражает это то, что когда я не выдерживала его ревности и пыталась прекратить общение, каждый раз в ответ такие фразы. Ты покидаешь меня, как и все. Я всегда был один. Один и буду. Я даже покойной матери написал письмо о тебе в WhatsApp. Вы сейчас слышите? Он общается со своей покойной матерью в WhatsApp. Если честно, меня уже стало это пугать. Что это такое у него? Это манипуляции? Или это вообще нездоровая психика? Изначально я хотела, чтобы он приехал познакомиться, но когда все это началось, я понимаю, что мне уже нужно держаться подальше от него. Я боюсь подумать, что может быть в реальности. Он каждый раз вот так давит на жалость, и мне жаль его бросать. Но с другой стороны, этому человеку нужна не я, а психолог. Я бы даже сказала, ему не психолог, ему психиатрическая помощь нужна. В общем, история-то дальше продолжалась. Я, наверное, не буду ее зачитывать, рассказывать. Я думаю, что этот парень тоже может смотреть мои видео. Я вам что хочу ответить? Что он ее начал, когда она говорила, все, мы прекращаем общение, он начал ее шантажировать, условно угрожать своей жизнью, что он там на себя руки наложит в таком роде. Он не прямой это делал, а там картинки всякие присылал и так далее. Я спешу сообщить вам классную новость. 4 ноября стартует мой авторский курс по теме «Страхи. Сам себе психолог». Это уникальная возможность встретиться и победить в своей страхе любой направленности. У нас будет, как всегда, 4 эфира. Эфиры будут в 8 вечера по Москве по четвергам. И в течение месяца у нас будет с вами чат в WhatsApp. Этот курс «Марафон» направлен на то, что я управляю своей жизнью, я побеждаю свои страхи. Страхи, фобии, панические атаки. Зачем они нужны в нашей жизни? Почему? Откуда они появляются? Как определить, я сейчас в состоянии справиться самостоятельно со своими страхами, фобиями, если у меня есть панические атаки, да? И когда мне нужно обращаться к специалисту? Далее я вам дам конкретную формулу, конкретную методику, технику, как бороться с любым страхом. Я дам рекомендации по образу жизни, питанию, для того, чтобы понижать уровень тревожности в вашей жизни. Самое главное, эти знания останутся с вами навсегда. Вы можете помочь не только себе, но также своим родным, близким, людям, которым нужна будет ваша помощь. Хватит обслуживать свои страхи, опасения и жить в тревоге. Курс будет длиться месяц, 4 ноября и до февраля 2022 года. Несколько месяцев будет всегда открыт для вас доступ. Если вам сейчас неудобно проходить марафон, подписывайтесь к нам, включайтесь в процесс. И если что, вы всегда попозже можете самостоятельно завершить прохождение марафона. В общем, это кладезь полезной, ценной информации, которая вам пригодится в быту для вас, для ваших знакомых и близких. Старт будет у нас 4 ноября, так что осталось не так уж много времени. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, вы можете мне на почту, я всегда ее оставляю в инфобоксе под моим видео, написать мне письмо с темой «Хочу в марафон». По поводу оплаты. Стоимость марафона участия – это марафон, 4 эфира, наш постоянный чат в WhatsApp на эту тему, мы общаемся, там, задания я вам буду давать для выполнения, да, отрабатывания методики. Это стоит 2300 рублей. Если еще одна опция, которую я ввела, как с ходом курса, я поняла, что это очень нужно, многие на это, об этом просят, это другая опция 4000 рублей, это стоимость марафона, все то же самое, но дополнительно туда в течение ноября вы можете воспользоваться такой услугой, как мое индивидуальное консультирование, одна консультация. А теперь продолжаем смотреть видео. Так вот, казалось бы, ну что, такой ревнивый просто парень, все в порядке, так многие турки, многие на менталитет такое списывают, нет, здесь не все в порядке. Я хочу рассказать, как совет, который я дала этой девушке из этого письма, мы с ней поболее развернуто об этом пообсудили, конечно, здесь в письме мало информации, но человеку нужна психиатрическая помощь, он однозначно сейчас переживает, он не то, что в депрессии, он переживает первые полгода, это стресс. Потери близкого называется, да, когда кто-то умирает, это развод туда тоже включен, расставание происходит, это стресс, это депрессия. И явно парень не смог пережить потерю нескольких родственников сразу, и он просто не смог пережить этот стресс, и его состояние, вот отчетность, фотографирую, неадекватность там поведения, по сути, описано, и дальше мы с ней об этом общались. Как, в общем, общаться, как себя вести, если ты натыкаешься на такое? У девушки, почему она на него наткнулась? Она могла изначально пройти дальше, потому что она спасатель, она хочет быть спасателем, это ее личная проблема. Во-первых, вы всегда должны знать и понимать, что я не несу ответственности за проблемы, за болезни людей, я ему ничем не обязана, даже если я там с ним ему ответила на смс, пообщалась. Я всегда, рой, я всегда имею право условно отказать, прекратить общение, если оно мне в тягость, неприятно, нехорошее, ему каким-то, не знаю, орелом меня окутывает, да, если мне какие-то минусы, у меня дискомфорт. Таким бы он ни был, хоть принцем, хоть президентом, хоть знаменитостью какой-то или еще как-то, или, наконец-то, долгожданный мужчина в моей жизни, которого давно не было, это оправдание. Я по факту смотрю, мне неприятные ощущения, меня напрягает общение, я вправе его прекратить, завершить, я не должна себя насиловать, потому что любое насилие над собой, это невроз. Далее, как же мы все-таки прекращаем это общение? Если идет конкретный шантаж, манипуляция, я покончу с собой, или вот присылай мне там фотографии, отчитывайся за каждый свой шаг, но я при этом тебе не верю и так далее, мы на это не поддаемся. Отдаемся, то есть начинаем реже отвечать на отдаленные темы, не разворачиваем темы, вот эти больные потери, вот в его случае родственников, тема смерти, тема одиночества, расставания. Мы об этом не надо говорить, я с тобой прекращаю общаться, отстань, там, или еще что-то. Мы этих слов не произносим в его случае, особенно в работе психически больными людьми. Есть слова-триггеры, да, которые ты скажешь, может, не нес такой смысл, а у него просто коротнет, он что-то сделает. Так вот, мы таких слов, больные темы, не произносим, в речи вообще не используем, мы их обходим, называем другими какими-то словами, синонимы подбираем. Но конкретно расставание, там, смерть, там, любовь, вся история не используем. Как девушка в этой ситуации может, я ей даю конкретную инструкцию, прекратить общение с таким парнем? Это меньше контакта, постепенно, постепенно, я, например, не 10 раз в день ему пишу сообщение, отвечаю, а для начала 5. Главная задача здесь постепенно уходить от контакта с человеком, не резко обрывать, не говорить в таких слов триггерных. Это будет либо вас еще больше притягивать, он вас будет держать, либо у него вообще коротнет, он что-то делать будет, угрожать или доведет свою угрозу в реальности, реализует их. А вам потом всю жизнь еще и виноват, выставить, что вы в этом виноваты, спровоцировали, вам потом с этим грузом знаете жить. Не надо отправлять к психологу, к психиатру, один раз вы можете порекомендовать это, все. У человека есть выбор, идти исследовать ваши рекомендации, выполнять ее или нет. Если он выбрал не выполнять, это его дело. Вы себя ответственно сняли, вы один раз предложили. Настаивать на этом или ставить условия, пойдешь к психологу, будем общаться, вообще вы не должны с человеком обсуждать это. Вы ему раз посоветовали, все, живем дальше. Меньше отвечаем на сообщения, на текст. Тема отдаленная о погоде, о кино домино и с чем-то другим вообще. Нет тем нашего общения, отношений, расставаний, любви, потери, вот этого всего. Эти темы вообще не затрагиваемся, говорим о чем-то другом. И день изо дня вы ставите себе цель, что вчера было пять сообщений, сегодня будет четыре, а завтра будет три. А послезавтра два, а потом два, два, а потом по одному и через недельку наше общение сходит. Если он истерит, вопит, я не обязана отвечать, подрываться, брать телефон. То есть такое легкое игнорирование, но на отдаленные темы периодически мы отвечаем. Дабы не усугублять ситуацию и не повышать тревожность его состояния. И затем постепенно мы сходим на ноль. Не надо объяснять, что, почему. Если вы хотите, понимаете, в объяснении вы либо затронете слова триггер, слово расставание, и это будет лишнее давление на вас, манипуляции могут пойти. Неизвестно, что там у человека заглинет и так далее. Это всегда всякие, ну, по сути, я вас призываю к тому, чтобы лгать. Да, у меня некогда, я занят на работе. И говорю, у меня куча проблем, он захочет поучаствовать и решить ваши проблемы, возможно, дабы быть поближе к вам. Ой, мне никто не поможет, о, мне надо побыть одной, у меня какие-то такие, в общем, я сама со своими проблемами и занятостью на работе. Главное съезд, тема это работа, занятость, у меня нет времени, я не могла ответить и так далее. И постепенно-постепенно мы отъезжаем. Самое главное, хочу, чтобы вы запомнили, резко общение с такими людьми мы не прекращаем. Потому что это импульс. Они, по сути, свою тревожность очень часто нагоняют на такой импульс. Они ждут, когда будет импульс. Вот она только начала отдаляться. Мы прекращаем общение, она ему в открытую говорит. А он ей что? А, ты меня ставишь, как все, вот все умерли. Ну и потом фотографию присылал еще, машинки игрушечные на столе, и они как будто бы в аварии лежат. Представляете? Угроза без слов такая. В общем, с такими людьми напрямую то, что я думаю, как есть по-честному, как бы казалось, не нужно. Потому что такое поведение и логика напрямую по-честному открыто со здоровыми людьми. С людьми с расшатанной психикой или в каких-то пограничных состояниях лучше себя так не вести. Или не акцентировать внимание на их ненормальном, скажем так, состоянии. Говорю, у тебя с собой что-то не в порядке, ты такой-то, не такой. Мы на это не указываем. Мы это для себя отмечаем, но слух этого не произносим. Вы не обязаны кого-то там сдавать в психиатрическую клинику, отправлять к психиатру. На вас нет такой обязанности и ответственности. У этого человека могут быть родственники. Но в случае, как девушка рассказывала, она ему посоветовала, обратись там к психологу или обратись там, я не знаю, еще кому-нибудь там к психиатру. Все, она себя ответственно сняла, потому что она его в реальной жизни не знает, он ей никто вообще. Все. Но здесь очень игра идет на то, что девушка хочет быть спасателем. Он этим пользуется, он ее почувствовал, поэтому на нее насел. И девушка нашла вот себе, скажем так, назовем в кавычках, такую ответственную кару за свое спасение. Я порекомендовала читать эту книжку. Надеюсь, у нее что-то в голове перевернется, она поймет, что помогать-то... И всем подряд и не нужно. И помогать, я вам сразу говорю, что нужно только тогда, когда человек у тебя просит помощи и говорит о ней. Лезть самому грудью на амбразуру никогда не нужно, потому что инициатива всегда наказуема. Главное правило. В общем, что вы думаете на эту тему? Напишите комментарии. Как бы, может, вы попадали в подобные ситуации. Но я такую своеобразную инструкцию на основе письма подписчицы хотела вам дать. Может быть, вы что-то своего опыта посоветуете. Вот в интернете наталкивались на таких мужчин или там девушек даже, да, которые в каких-то странных состояниях, сложных ситуациях жизненных, которые вот прилипают каким-то образом, угрожают с ними странно или страшно общаться. Жду ваших историй. Это очень будет полезная информация. Всегда под видео я оставляю свою почту в инфобоксе. Если вы хотите поучаствовать в моем марафоне, напишите на тему письма «Участвую или хочу в марафон». Если у вас история анонимная, то тема письма «История» или «История от анонима». А если вам нужна моя консультация как психолога, просто напишите к теме письма «Консультация». Спасибо вам за внимание, за лайки под этим видео. Всем пока.